Здравствуйте! В эфире программа Неделя города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. Как выбрать спелый и вкусный мандарин? Советы от специалистов. Кто придумал неоязычество? Со своей лекцией в Рязань приехал Александр Дворкин, исследователь религиозных течений современности. Прямая линия с губернатором и уплата налогов. Подводим итоги недели. Имя Александра Дворкина известно в стране как имя ученого, исследователя религиозных течений современности, православного богослова и сектоведа. Некоторые даже связывают появление такого термина, как тоталитарная секта, с его трудами. Вчера ученый посетил Рязань, выступил в рамках регионального этапа международных рождественских чтений с докладом в библиотеке Горького. Также презентовал книгу «Кто придумал неоязычество?». Российский писатель, общественный деятель, исследователь современного религиозного сектанства, доктор философских наук, профессор, православный богослов, деятель антисектантского движения в Российской Федерации. Светский церковный историк-медиавист, автор статей в православной энциклопедии и в большой российской энциклопедии. Человек с таким послужным списком не часто выступает в нашем городе. В этот раз Александр Леонидович презентовал свою новую книгу. Моя новая книга в первую очередь рассчитана на самую широкую аудиторию, на людей, которые не специально имеют образование историческое. То есть это вот я писал для человека, который пытается разобраться, который пытается понять, которому это интересно. Вот главным образом для них. Идея тоже, чтобы донести критическое мышление, чтобы люди, опять же, начинали мыслить и анализировать, и не доверять вслепую то, о чем им говорят. Практически всю жизнь ученый занимается исследованием средневековья и религии. И, пожалуй, важнейший совет от него – много читать, изучать и критически мыслить. Нужно историю изучать. Нужно изучать историю и иметь представление об истории. Если будешь знать и любить историю своей семьи, своего города и своей страны, то это настоящая история. То это, может быть, самая лучшая прививка от нейроизических фейков. В Рязани на встречу с ученым собрался полный зал. У каждого были свои цели, интересующие вопросы. Задавали их много и получали ответы от автора множества научных трудов. Будущему пастырю должно быть известно, какие проблемы и какие вопросы сейчас происходят в духовном мире. Потому что это связано не только с каким-то внутренним разрушением себя, но и, в частности, со страной. Потому что в страну проникает эта нечистота. И люди порой не знают истории того, во что они верят. Если как бы у православия история идет с древности, то некоторые тоталитарные секты появляются в наше время. И люди заманивают туда, люди обманывают. Сейчас я перечитываю историю Древней Церкви Александра Леонидовича Дворкина. И, в принципе, пишет он довольно-таки просто. Интересные факты приводит из интересных источников. В самой презентованной книге «Кто придумал неоязычество» автор, по его признанию, соединил две темы. В первой части – обзор истории Руси в период Крещения и в первые годы после. А во второй части автор изучает суть неоязычества и его возникновения. Приходя к выводу, что возродить язычество, каким оно было много веков назад, невозможно. А существующее ныне течение придумано и искусственно создано. Всем интересующимся темой ознакомиться с книгой будет не лишним. Зима ассоциируется прежде всего с мандаринами, хоть появляются они на прилавке целый год. Специалисты отдела фитосанитарного надзора управления Россельхознадзора рассказали, как правильно выбрать мандарины и на что обратить внимание при покупке. При выборе мандаринов первым делом нужно посмотреть на форму плода. Он должен быть приплюснутым, может даже выделяться небольшой бугорок на вершине. Однако, если при легком нажатии на мандарин начинает вытекать сок, такой фрукт лучше положить на место. Он начинает портиться. Смотреть нужно и на цвет. Сам фрукт должен быть ярко-оранжевого цвета, без каких-либо признаков гниения, плесени, также шероховатостей, налетов. Как раз эти самые шероховатости говорят о плохом качестве мандарина. Отбраковываем цитрусы с помятыми и мягкими боками. Это означает, что их подморозили при транспортировке или они уже начали гнить. Остальные же можно брать. Здесь, кстати, встает вопрос о вкусе цитрусовых. Но и в этом есть свои хитрости. По вкусовым качествам нужно выбирать, каждый индивидуально должен это делать, потому что некоторые мандарины с кислинкой, такие как абхазские наши мандарины, некоторые очень сладкие, это Марокко и Турция. Если плод крупный и приплюснутый, то, скорее всего, кислый. А вот самые сладкие, говорят специалисты, это мандарины среднего размера и ярко-оранжевого цвета. Плюс сладкими оказываются и плотные цитрусовые. Чтобы выбрать более сочные сорта, можно взять разные сорта и примерно по весу определить тот, что тяжелее. Главное, говорят специалисты Россельхознадзора, не покупать цитрусовые в неустановленных и не оборудованных для торговли местах. Если сомневаетесь в качестве, то при покупке можете попросить у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность продукции. Контроль со стороны Россельхознадзора тоже осуществляется. Регулярно проводятся рейдовые мероприятия по проверке документов по фитосанитарии. Нарушений не выявлено. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спонсором программы «Неделя города» является выставка продажи «Икра и рыба Камчатская». Вкусные свежие морепродукты к вашему столу до 3 декабря можно приобрести у торгового центра «Премьер». Город развивается и нужно, чтобы транспортная схема развивалась вместе с ним. Сейчас идет разработка новой транспортной схемы. Есть разные сценарии, обсуждаем их. На следующей неделе будет совещание, где разработчики представят результаты. Город и Минтранс вместе их изучат. Как выберем подход, должен появиться план действия с набором конкретных шагов. Такое заявление сделал глава региона Павел Молков во время прямого эфира, который прошел 28 ноября. Начали с вопроса общественного транспорта. Помимо этого обсудили и очистку дорог от снега, освещение, строительство Весененской Руси и не только. Парк общественного транспорта обновят. Об этом заявил губернатор Павел Молков. 10 троллейбусов уже приобрели, еще 10 поступило из Санкт-Петербурга. Состояние хорошее, они уже на линии. Плюс 10 купят до конца года. По госпрограмме на условиях льготного лизинга приобретут 47 новых автобусов. Но уже в следующем году. Помимо этого активно обновляются и школьные автобусы, автомобили скорой помощи и коммунальная техника. Павел Молков добавил, что ему важно, чтобы город стал по-настоящему красивым и комфортным. Следующий вопрос, прозвучавший на прямой линии ремонт дороги к деревне Акулова, по которой летом в пожары ездила спецтехника. Ремонт будет, заявил губернатор. Дорогу внесли в план на 2023 год. Дорогу отремонтируют не только там, но и в Диулино, где был развернут противопожарный штаб. Прозвучал вопрос и про семьи мобилизованных. Если говорить про поддержку мобилизованных и их семей, это наш наивысший приоритет сейчас. За каждой семьей закреплен куратор. Через них держим оперативную связь, решаем все возникающие вопросы. Действует определенный набор мер поддержки. Здесь и выплаты, и первоочередное зачисление детей в детсады, бесплатное питание в школах, путевки в санатории по окончанию службы юридической помощи и некоторые другие вещи. Спросили про качество моста через Акум. Павел Молков ответил, что сейчас ищут виновных. Решать вопрос кардинально можно будет только после строительства моста-дублера. Поговорили и об уборке улиц. Глава региона заверил, что сейчас подходы к уборке меняются. Закупили новую технику, выбрали дополнительный полигон. В общем, говорит, этой зимой будет лучше. Другой вопрос – пересмотр границ Есенинской Руси. 42 населенных пункта охвачены ограничениями на строительство и реконструкцию. При этом нельзя позволить застройку красивых мест и видов, добавил губернатор. Должны быть учтены и потребности жителей в развитии территории, и задачи сохранения есенинских мест. Мы ведем уже консультации с экспертами, делаем заключение, в том числе будет заключение государственной историко-культурной экспертизы. Должно быть найдено конструктивное решение всей этой проблемы, проработанное со всех сторон. Старт этой работе я уже дал, она уже ведется. Сейчас готовим варианты развития территории. Поэтому в течение следующего года мы постепенно, поэтапно будем этот вопрос решать. Вновь на прямой линии спросили о трамвае. Павел Малков ответил, что вопрос этот поднимался и на федеральном уровне. Однако трамвай – самый дорогой вид общественного транспорта, поэтому пока о нем говорить рано. Спросили и про ТОП-5 мест Рязани, которые губернатор посоветовал бы друзьям. Павел Малков назвал центр города, усадьбу Худякова в селе Ерлино, музей-усадьбу Скобелева в Александроневском, Константинова и Крутицы. Однако объектов гораздо больше добавил Павел Малков. Все вопросы, которые в прямом эфире, так ответа и не получили, зафиксируют и передадут профильным службам для детального изучения. Неделю назад прошло заседание городского общественного совета. Его посетила мэр Елена Сорокина. Не просто так глава администрации выступила с важным докладом. Речь шла о судьбе территории бывшего шпалопропиточного завода в Борках. Глава администрации Рязани Елена Сорокина разрешила застройку территории бывшего шпалопропиточного завода. Своё решение она озвучила в библиотеке Есенина на заседании общественного совета. И подробно аргументировала, на чём она основывалась. Первое, самое важное, проект застройщика поддержали жители посёлков шпалозавода и Борок. С людьми глава мэрии провела несколько встреч. На заседание в пятницу представители посёлка тоже пришли. Моё мнение насчёт застройки положительное, потому что все жители рады до безумия, потому что мы живём с баллонным газом, потому что у нас бараки. Прежде чем принять решение разрешить застройку, в администрации города провели полный анализ всех градостроительных документов и пришли к выводу, что реализация проекта законна. Действующим градостроительными документами, включая нормы права о зонах охраны памятников и ландшафтов, проект строительства не противоречит. В последнее время сама при поддержке специалистов, признанных экспертов, разбиралась в вопросах охранных зон в городе и возможного строительства на территории бывшего шпалозавода, а также тех проектов, которые с этим связаны. Это большой, серьёзный вопрос. Его чувствительность, я бы даже сказала болезненность, я особенно ощутила в ходе своих встреч. Позиция жителей, подтверждённая во время встреч в посёлках шпалозавода и Борок, проекту быть. Проект надо реализовывать. Глава администрации также напомнила об экологической реновации бывшей промышленной зоны. Предлагаемый проект застройки, по её словам, может стать решением давно назревшей проблемы. Разговаривая с теми же подрядчиками, я задавал им тоже вопрос. Это и вывоз вот этих негативного всего накопленного вреда, и возможные какие-то перекрытия, ландшафт и всё остальное. Мы рассмотрели, там вот в разрезе всё было показано, никаких рисков нет. Вы знаете, моё мнение, что любое решение должно не норму права соблюдать, а именно работать на человека с перспективой развития. Учитывать то, что не только сейчас, а через 10 лет будет. И здесь нельзя дублировать какой-то пункт, хотя ни одному пункту не нарочно, просто гипотетически, что если где-то что-то нарушено, там чуть-чуть, даже у суда есть такая позиция, как существенная или несущественная. И я даже несущественных нарушений не увидел. Также Елена Сорокина рассказала об инвестициях, которые планируется вложить в развитие посёлков, включая газификацию, строительство социальных объектов, дорог и тротуаров, инженерных сетей, о реализации проекта общедоступной городской набережной и биосферного парка. Эти аргументы стали решающими для принятия мной сегодня положительного решения по реализации проекта в посёлке Шпалозавода. Постановление подписано. Заключила Елена Сорокина. В Федеральной налоговой службе по Рязанской области подвели предварительные итоги по уплате гражданами имущественных налогов в Рязанской области. Срок окончания – 1 декабря. О текущих поступлениях налогов в областной бюджет и работу с теми, кто не уплатил в срок, расскажем далее. Общая сумма имущественных налогов физлиц за 2021 год составила почти 2,9 миллиарда рублей. Налоговые органы региона сформировали больше полумиллиона налоговых уведомлений. В этом году 40% от общего числа была выгружена пользователями личного кабинета налогоплательщиков. По состоянию на 28 ноября 2022 года физикими лицами уплачены имущественные налоги в размере 2,48 миллиарда рублей. Из них поступления по налогу на имущество физических лиц составили 914 миллионов рублей с ростом на 159 миллионов рублей или на 10% к уровню прошлого года. По транспортному налогу физических лиц поступление составило 797 миллионов рублей с ростом на 17 миллионов рублей. Поступление земельного налога физических лиц составили 337 миллионов рублей, с темпом роста 14 миллионов рублей или 4%. По состоянию на 28 ноября собираемость налогов составила 61%. Показатель прошлого года УФНС опережает на 1,5%. Напомним, оплатить имущественный налог нужно до 1 декабря. Есть случаи, когда налоговые уведомления не формируются, не направляются в адрес налогоплательщиков. В этом случае беспокоиться не нужно. Это два таких случая. Прежде всего, в том случае, если по всем объектам предоставляется налоговым органам льгота, то есть сумма налогов по плате равна нулю. Либо в том случае, если сумма всех налоговых обязательств по налоговому уведомлению менее 100 рублей. Если уведомление так и не поступило, следует обратиться либо в налоговую инспекцию, либо в МФЦ. Если этого не сделать, то такому неплательщику направят уже другой документ. Требование об уплате по образовавшейся задолженности. В этом году уже оповестили почти 200 тысяч должников. Если они и на эти уведомления не отреагируют, то деньги будут взыскивать принудительно. С применением мер. Вплоть до ограничения таким должникам права выезда за границу. Этот налог для города очень важен. Более 14% в собственных городских доходах бюджетных он составляет. Мы ожидаем, что в этом году по сравнению с годом 2021 налогов имущественных будет собрано больше. При этом подчеркну, что налоговая нагрузка на каждого жителя города не изменилась. Но вот объектов, которые подлежат налогообложению, стало больше. В управлении Федеральной налоговой службы по Рязанской области напомнили, как можно оплатить имущественные налоги. Сделать это можно через онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика физического лица» на сайте ФНС России, через мобильную версию этого приложения, с помощью онлайн-сервиса «Оплата налогов и пошлин», а также в банкоматах и отделениях банков. Сегодня здесь начинается новый этап с новым руководителем. Такими словами глава региона Павел Молков представил нового исполняющего обязанности ректора РГУ Игоря Мурога 30 ноября. Подробности далее. РГУ имени Есенина – это стратегически важный для области ВУЗ, заявил губернатор Рязанской области Павел Молков. Здесь готовит специалистов по большому количеству направлений для отраслей, которые составляют основу региона. Павел Молков выразил надежду, что РГУ не только сохранит все свои традиции, но и будет развиваться дальше. Задача же для нового ректора Игоря Мурога – традиции эти не только сохранить, но и усилить работу ВУЗа. В первую очередь, мы об этом уже сейчас говорили, в вопросах закрепления выпускников у нас здесь в регионе. Нам также повышать качество образования всегда и внедрять новые современные методики обучения. Задач впереди очень много. Все они важные, все непростые. Преподавательский состав здесь очень сильный, я это точно знаю. И дальше престиж университета должен только укрепляться. Опыт управления высшими учебными заведениями у Игоря Мурога есть. Это и Челябинское высшее военное автомобильное училище, Новосибирское высшее военное командное училище и Рязанский институт, филиал Московского политехнического университета. Хочу поблагодарить руководство региона, Павла Викторовича лично, за оказанное доверие. Но я прекрасно понимаю доверие, ответственность, это серьезная ответственность, которая налагается на меня как на руководителя ВУЗа. Я прекрасно понимаю, даю себе отчет, что ВУЗ Рязанский государственный университет прошел хороший путь в развитии. Он развивается. Но вижу, что нам есть куда расти, расти вместе, есть куда двигаться. Вижу пути решения. Главное настроиться на сложенную работу, добавил Игорь Мурог, потому что важно, чтобы коллектив работал, цитата, в едином порыве и на результат. Работать будет и сам, чтобы быть примером самому важному человеку в ВУЗе, так Игорь Мурог назвал студента. Но сделать все это можно только при поддержке коллектива. ВУЗ базовый, классический и уверен, что он будет двигаться, продолжать двигаться вперед, развиваться. И мы вместе, вот этой нашей командой, сможем делать наше образование, региональное образование лучше и еще лучше. И мы действительно сможем выполнять те задачи, которые перед нами стоят, закреплением кадров, подготовки кадров, наполнением нашей региональной экономики. Павел Малков добавил, что теперь новому руководителю ВУЗа предстоит большая работа. Все же РГУ – это один из ведущих университетов региона. И ему предстоит не только подтвердить свой высокий статус, но и взять курс на новое развитие. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В последнее время возникает множество гибридных видов спорта. Они призваны увеличить зрительскую аудиторию, совместить наибольшее количество умений участников и повысить увлекательность соревнований. Не стал исключением шахбокс – новая спортивная дисциплина, сочетающая в себе все лучшее от шахмат и бокса. К слову, в нашем городе живет вице-чемпион мира этого года – Александр Смирнов. Александр Смирнов начал спортивную карьеру по меркам единоборств довольно поздно. На его пути были бокс и ММА. Некоторое время назад он узнал о шахбоксе, выучился играть в шахматы и остался в этом направлении. В Советском Союзе играли в шахматы, но боксеры в шахматы ставили такие. Связь с шахмат в стратегии и тактике. В интеллекте, наверное, все-таки. В развитии интеллекта покажут, что здесь надо думать и там, соответственно, надо думать. То есть схема, умышление по этим виду спорта можно вспоминать, да? Ну, как на войне. Шахматы – это же игра военная получается. Но бокс – это тоже такая же война в ринге только. Изобретение шахбокса преследовало благородную цель. В обществе существует стереотип, что бойцы, вне зависимости от вида единоборств, так часто получают по голове, что весь интеллект нещадно выбивается. Шахбокс позволяет развеять этот миф, продемонстрировав, что личность может быть гармонично развитой. Поединки по этому виду спорта официально проводят с 2003 года. Энки Билан, получается, это был, он фантаст, он рисовал комиксы, вот, почти, да. А это и Перубин, это вот, который непосредственно, он перформансы делал, он художник сам по себе такой, ну, и активист, получается, спортивный, ему очень нравилось, вот, по прочтению книги, ему понравилась очень идея. Там у него в комиксы, получается, какая-то планета, и там было сражение между двумя вот этими человеческими, какими-то роботами, что ли, вот, по шахбоксу. Вот правила, правила были там уже и описаны в этом, в комиксе. Ну, а Иппи взял это, и, кстати, первый был у них бой между друг другом, друзья, да, первый бой шахбокса. Постепенно вид спорта стал входить в массы. В этом году чемпионат мира прошел в Турции, в Анталии, с 12 по 17 ноября. Рязанский спортсмен стал вице-чемпионом. Чемпионом стал француз, вообще очень хороший, ну, и ребята вообще, ну, адекватные. И не хватило шахмат, знаний, да, прямо оказался он, ну, достаточно серьезный, наверное, на уровне, ну, мастера, наверное, по шахматам. Серьезный, хороший, там, ну, проиграл по времени, не хватило времени, ну, и там и вариантов-то не было. Сразу в первом, получается, раунде, зевнул этот ферзя, ну, и все это ком-комом катится и не получается сначала. В России шахбокс определенно прижился. Вот и Александр активно продвигает его в Рязани. Дети, которые приходят в секцию, непременно изучают еще и азы шахмат. Вообще, да, если честно, заставляю всех играть. Не всех заставляю выступать там в ринге, там, да, ну, а в шахматы, это как математика какой-то, да, развитие нейронных связей, ну, и полезно вообще для учебы. Вот, поэтому в шахматы играют все, хотя бы, ну, обучение на базовом уровне, так же, как и в боксе. В следующем году чемпионат мира пройдет в Италии, на острове Сицилия. Будем болеть за рязанского спортсмена. Сезон простуд и вирусов, как никогда, заставляет нас пересмотреть рацион и сделать выбор в пользу укрепляющих иммунитет и здоровье продуктов. Неотъемлемой частью такой диеты является морская рыба, говорят специалисты. Приобрести высококачественные и свежие дары моря в Рязани можно у торгового центра «Премьер». На выставке продажи икра и рыбы «Камчатская». Тех, кто стал ярым фанатом рыбных деликатесов, у торгового центра «Премьер» с каждым разом все больше. Это неудивительно, знают, куда идти. Известие о прибытии в Рязань. В выставке продажи икра и рыбы «Камчатская» горожане уже ждут с нетерпением. Я за икрой, я за рыбкой. А почему именно здесь решили быть икрой? Ну, потому что она привозная, нормальная. Ну, я считаю, что да. Мне чавыча вот нравится, я ее беру часто. Мне по вкусу она нравится. Любую очень нравится. Именно здесь нравится? Да, здесь, потому что здесь свежая. Белорыбица, омуль, чавыча, нерка и многое другое. Настоящее раздолье для ценителей качества и вкуса, включая красную икру высшего сорта. Все богатство Камчатского края – экологически чистая продукция. Я бы не первый раз здесь беру, и в том году. Ну, отличается, вкуснее намного. Мне нравится белорыбица. И цена нормальная. А я всегда сюда хожу, как они приезжают. Я вот беру белорыбицу. Мне нравится очень. Ну, вообще морская рыба полезная. Там омеги-3 сколько. Мне очень нравится, очень вкусная. Здесь рыба очень, я всем советую. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна, потому что любую рыбку или икру можно попробовать, оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи «Икра и рыба» Камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 3 декабря включительно. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте. «Город62.тв» и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Рязань, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 28 ноября по 3 декабря. ТЦ «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова